15-летний житель Квинсленда Музафар впервые ощущает, что такое волны. В океан его завезли на специальном инвалидном кресле. Оно более устойчивое и защищает от ударов прибоя. В воде он не был никогда. Первое знакомство со стихией вызывает улыбку счастья на его лице, а также на лицах его родственников. «Я так долго этого ждала. Каждый раз, когда мои дочери купаются, мой сын всегда остаётся на берегу. А это просто идеально». На этом пляже испытывают приспособления, которые скоро войдут в инвентарь первого в Астралии постоянного пляжа для людей в инвалидных креслах. Временный коврик постелили на побережье города Голд Кост. Попробовать его могли все желающие. На мероприятии многие люди с ограниченными и физическими возможностями впервые в жизни смогли покупаться. «Мы постоянно так заняты встречами и разными вещами. И очень хорошо, что можно дать дочери возможность ощутить частичку нормальной жизни». Такой пляж не инициатива властей. О его создании начали думать после того, как петицию с соответствующим призывом подписали тысячи местных жителей. «Возможно, нам стоит попробовать это на одном или двух более популярных пляжах. Конечно, в преддверии Игр Содружества, когда на нас обратит внимание весь мир, нам нужны подобные инициативы». Международные спортивные соревнования стран Содружества наций пройдут в Голд Косте в 2018 году. «Я просто хочу, чтобы он почувствовал воду. Как удивительно для него просто почувствовать воду». Чувство, которым, как надеются активисты, скоро смогут насладиться все.